Ну что, мои хорошие, всем привет! Ребят, я забыла! Я забыла! Я хотела сегодня сделать что-то типа АСМР, но прям АСМР я, честно, не очень хочу делать. Но будет такое достаточно тихое видео, как вам я сегодня. Я купила, ребят, новый свет. Мне кажется, круто, да? Картинка стала ярче. Ох, ну что, сегодня у нас необычный мукбанг. Вот только на это посмотрите. Узнаёте? Сегодня мы с вами будем пробовать все чипсы от Изи Пизи. Давайте всё разложим и начнём. Ну что, ребят, чипсами я обложилась. Давайте начинать. Я хочу начать с напитка. Это очень интересный, кстати, напиток. А для нас шампанское. Давайте откроем. Слушайте, по запаху прям реально сочнейший ананас. Пишите в комментариях, вы пробовали вообще продукцию от Насти? Это очень вкусно. Вы знаете, он абсолютно не газированный. Ну нет, нет, он слабо газированный. Он слабо газированный и не сладкий. И приятно пьётся. Вы знаете, скажу вам честно... Так, стойте. Скажу вам честно, я уже пробовала чипсы от неё. Я пробовала с крабом. И вот мне тоже самое показалось, что они не супер солёные. И оттого их удобно есть. И хочется ещё попробовать. Хочется побольше. Знаете, есть. Давайте. Кстати, это самые хайповые чипсы. Насколько я знаю, типа солёным олубчиком. Кстати, я знаю, что есть со вкусом майонеза. Но тут, по-моему, нет. Вот смотрите. Фирменные упаковки. Ребят, обзор. Я никогда их не пробовала. Скупил всё. Вкус рассола. Зелёное внутри. Это вкусно. Знаете, когда только появились чипсы, я их хейтила. Даже не хейтила. Мне казалось, ну, типа, такой коммерческий проект. Но сейчас я понимаю, что это круто. Смотрите, какие они. Упс. И ещё хочу. Всё. Вот такие. На них немного специй. И, как бы, тебе... Ты можешь спокойно, знаете, съесть пачку, мне кажется. И не будет тяжело. Прикольно. Вкусно. Давайте дальше. Сегодня, вы знаете, у нас такой обзорчик. На чипсы. Вот эта штука обалденная. Я хочу такое пить каждый день. Так, давайте продолжим. Так как я адская любительница шаурмы, тут где-то была шаурма. Вообще, что-то мало. Мне казалось, что я больше заказала. О, шаурма. Открываем. Видите, она внутри оранжевая. Пробуем. Ну, вы знаете, вкус такой барбекю. Он не поломанит, к сожалению, при доставке, видимо. Я просто не знаю, где эти чипсы найти, чтобы, прям, знаете, были все вкусы. Потому что... Они не везде есть. Мне больше понравились с огурцами. Закусим шаурму огурцами. Я сегодня хотела немножко поотвечать на вопросы вместе с тем. Я, в общем, дома, как вы видите. Если честно, я не знаю, рада ли я этому или нет, потому что... Для меня приезд в Москву всегда стресс, когда я возвращаюсь обратно. Блин, сейчас вопросы будут, но, посмотрите, я обожаю чипсы именно кукурузные. Это просто моя любовь. Поэтому я хочу их попробовать. Вот, видите, золотая пачка внутри. Блин, круто. На самом деле, круто. Знаете, когда человек делает всю продукцию, он, типа, вкладывает в нее душу. Вот. Тут, конечно, с этими пачками... Ну, видно, что хорош чипсов. Давайте отмечать Ивлеева, чтобы она посмотрела на шипск. Такие вот шарики. Знаете, я привыкла, что кукурузные чипсы мягкие. Эти достаточно плотные. То есть нужна сила небольшая, чтобы их разгрызть. Хорошие. И, опять же, вы знаете, и феричитус у них яркий вкус. Эти более... Ну, какие-то... Не такой яркий вкус. Это и плюс, и минус, с одной стороны. Но вот это даже... Это просто особенность. Но ты реально сможешь съесть пачку, и у тебя не будет там щипать рот. Знаете, что у тебя от специй его разъело. Ну, вот эти офигенно. По вопросам. На самом деле, я пропала тут на неделю где-то. Вот не выходили видео. Даже больше. Вот. И ребята там присылают вопросы, спрашивают, а я не отвечаю пока. Деловая. Тушенка, ребят. Тушеночка. Тушенку я люблю. Пахнет реально мясом. Смотрите. Так выглядят чипсы. Сами. Попробуем все, и уже будет проще к вопросам вернуться. Тушенка мне понравилась больше, чем шаурма. Знаете, тушенка – это мясо. Вкус мяса здесь есть. Есть тушенка, да. Прикольно. У меня еще, знаете, необычные вкуса. Короче, пропала я немного. Ну, знаете, у меня была калиметизация. Вернулась сюда. Хотелось немножко отдохнуть. Так, сейчас. Продолжаем. Потому что я хочу все, если честно, попробовать. Мне очень интересно. А дальше уже будем, как пойдет. Слушайте. Вот это шик. Кто любит кукурузу, мне кажется, это вот вообще. Это наше. Розовое внутри. Вот такие вот. Нет, нет, нет. У меня рассыпались чипсы. Сырные рассыпались. Вот этим. Мне кажется, все в крошках, да? Вот этим. Вы знаете, у этих чипсов консистенция тоже плотная. Это очень круто. Как бы когда палочка тает во рту, у тебя остается больше вкусностей. Вот так вот я ем эти палочки. Я просто обожаю кукурузные палки. Эти хороши. Ну, Настя, вот честно скажу, лично для меня хотелось бы чуть-чуть ярче вкус. Кто пробовал изи-пизи, скажите, как вам? Вы уловили вот это, что как будто бы боялись переборщить? Ну, вкусно. Такой вот хот-дог. В любом случае, они вкусные. Попробуем вот эти. Холодец-хрен. Холодец-хрен. Открываю. Синенький внутри. Есть хрен. Да. Ощущается. Вот, вы знаете, может быть, у них хотели сделать особенность, ну, особенность чипсов реально ощущается. Нельзя сказать, что это лейс. Интересно, где их делают? московский картофель. Московский картофель. То есть, они выпускаются на заводе, где выпускается московский картофель-чипсы. Я, кстати, не пробовала чипсы московский картофель. Они, знаете, продаются в магазинах. Может быть, они похожи именно по яркости вкуса. Ммм. Кто пробовал московский картофель? Напишите. Они тоже имеют такой нежный вкус? Так, ребят, дальше. Я не знаю, как сегодня. Я хотела ответить на вопросы и обозреть все чипсы, но, похоже, это нереально. Сегодня у нас с вами чисто обзор на чипсы. Так, это сметана с луком. Тоже. О, это кольца. О, обожаю. Ну, вот, знаете, я люблю чипсы за то, что они очень-очень насыщенные. Что с кетчупом? Что с сыром? Эти? Ну, уже поняли. Но вкусно. Это все равно вкусно. Так вот. На вопросы. Мне больше, знаете, какие все понравились? Вот эти вот сырные, которые у меня рассыпались. Меня спрашивают в комментариях, верю ли я в второй шанс? Да, верю. Знаете, я еще верю, что люди меняются. вот такая дурочка. Но по факту человек меняется каждые семь лет полностью. Поэтому почему люди не меняются? Я вообще не понимаю. Мне кажется, это глупость, когда говорят, что люди не меняются. Люди меняются всю свою жизнь. Это, мне кажется, знаете, то же самое, что люди не вырастают. Вырастают. Ну, не все, конечно, но нельзя поддану ребенку всех. Поэтому нужно верить, нужно давать шансы. Но бывает уже, когда ты даешь человеку шансы один, два, три, и он не понимает, ничего не меняется, ну, тогда что же? Ну, лучше расстаться. Такие вот шестерсейши. Это, по-моему, именно чипсы. Да, это чипсы. Видите, кстати, классно, что купили все чипсы, а у всех разная внутренность такая, да, разный цвет внутри. Это круто. Слушайте, с сыром вкусно. Ну, такой, знаете, достаточно обычный вкус. Опять же, не сказать, что он сырный-сырный, это как будто просто обычные чипсы. Это, знаете, могли бы даже быть типа чипсы с солью. Сыр есть, но он тоже очень лягкий. А вообще, мы когда сейчас были в Сочи, когда мы были в нашем отпуске, мы им... Я попробовала вот эти чипсы. Кто подписан на меня в Телеграм, знает, что я их пробовала для собакой вечером. Они внутри такие розовые, крабовые. Вот краб мне понравился. Говорю вам честно, вот сейчас я попробовала все эти чипсы. Краб я пробовала тогда первый раз, и мне он тогда понравился, потому что, знаете, он такой нежный краб. Прям... Ну, вот вы сами видите, что, смотрите, чипсы, но не тонет прямо в приправах. Такой нежный, знаете, вкус краба он есть. И это супер там. Под... Знаете, вот эти чипсы их можно есть с напитками и без напитков. Краб шикарен. Так вот, я считаю, что нужно давать второй шанс, люди меняются, но не все. Абсолютно не все. Бывают, что кто-то застревает в каком-то периоде, и вот его оттуда не достать. Что для меня важнее, внешний вид или интеллект? Я думаю, что интеллект. Потому что есть, допустим, человек красивый, но с ним невозможно говорить, он тебя просто бесит, то тут уж какой бы человек красивый не был, ты с ним не сможешь взаимодействовать. А внешний вид можно всегда исправить. В отличие от интеллекта. Знаете, даже не интеллект, а именно... Ну да, кстати, интеллект. Если у тебя высокий интеллект... Короче, интеллект исправить намного сложнее. Самая безумная вещь, которую когда-либо делали. Не знаю, у меня нет таких вещей. Я все делаю с умом. Не знаю, прям безумных у меня нет, потому что безумные я боюсь делать. Я очень сильно боюсь высоты. Если бы я прыгнула откуда бы, то я сказала, что я делаю безумные вещи. А так нет. Я трусиха. Без каких вещей вы не представляете жизнь? Я вообще представляю жизнь... Ну нет, я не представляю жизнь без телефона. Да. Были у вас такие ситуации, когда вам приходилось выходить из зоны комфорта, но затем вы испытывали чувство того, что вы преодолели себя. Да, вы знаете, у меня были такие ситуации. Я, в принципе, когда общаюсь с людьми на широкую публику, допустим, рассказываю презентации и так далее, я всегда преодолеваю себя. Ну и вот в каждые такие моменты, допустим, даже когда я тост говорю на дне рождения, я себя преодолеваю и чувствую себя намного лучше после этого. Типа, я молодец, я не зажался. Девушка спрашивает, что хуже? Терпеть неудачу или вовсе не пробовать? Я считаю, хуже терпеть, вовсе не пробовать. Потому что, если ты вовсе ничего не пробуешь, то ты как бы не реализовываешься. И лучше потерпеть неудачу и потом потерпеть удачу в следующий раз, чем никуда не двигаться и просто жить ровно, знаете, существовать. Нет, лучше терпеть неудачу, падать, подниматься, идти вперёд. Что мне в себе нравится? Мне в себе нравится моё отношение к жизни. Какая из диснеевских принцесс самая красивая? Для меня лично, даже с детства, это арель. На какой возраст вы себя ощущаете? Блин, девочки, это реально, знаете, такой блиц, блиц, блиц. Ну, ладно, быстренько, быстренько на всё отвечу. Я себя ощущаю на возраст ну, если честно, мне кажется, что мне 15. если ты хочешь создать тут про возраст, именно про создание семьи, я считаю, что ты можешь в любом возрасте создать семью, не бывает поздно, если ты к этому не бывает рано, если ты к этому готов, вот, вот так. Ой, если честно, так много вопросов, я уже замучилась. А тем временем я почти весь краб съела. Краб очень вкусный, я рекомендую всем. Но если вы не любите краба, попробуйте солёный огурец. Такой, знаете, вкус свежий. Прямо чувствуется солёный огурец. Как будто бы, знаете, картошечку макнули в рассол и ты её кушаешь. Ну и где мои любимые? Ну а если ты, как я, любишь кукурузные чипсы, то я рекомендую вот эти. Это был самый честный обзор чипсов. Простите, не получилось сегодня сделать ASMR. Потому что я хотела немножко с вами поговорить. всё-таки ASMR это как дополнительный формат лично для меня. А снимать ASMR видео после такой длительной датишки мне бы не хотелось. Вот, я обязательно вам сниму что-нибудь в таком формате. Пишите в комментариях, что бы хотели. ммм, кстати, сегодня в телеграме я показала, как я вырываю свои усы. Подписывайтесь. если ещё, не подписались. Ребят, все, кто хотел посмотреть обзор чипсов, можете выключать. Мы всё посмотрели. Мы сделали обзор на все вкусы. Дальше стоят те, кто любит просто звуки еды. я шрикнула. ребят. Большое спасибо, что досмотрел до этого места. чипсов я объелась. Если честно, я готова закончить съёмку и продолжить их есть. Это удивительно, потому что они не очень солёные. Пиши в комментариях, как тебе еди, пизи. Мне понравились. Перша. Пuries. П е campus. П Escape. присп victim. Встрет. Паме добавляю. Субтитры сделал DimaTorzok